Компания ПИП предложила провести мне 24 часа в формате тест-драйва жилого проекта. Как ты познакомилась с мужем и какие у вас планы на будущее? Поговорим о личном, о быте, о семье, о каких-то привычках и традициях. Как поменялся твой стиль в беременность и самую главную комнату в квартире? Готовить я, может быть, любила бы, если бы у меня было чуть больше времени. Всем привет! Меня зовут Чичканова Мария, более известная как Червоткина Мария, наверное, еще более известная как Маричер. И сегодня я оказалась в городе своей души, своего становления. Это город Санкт-Петербург. Компания ПИП предложила провести мне 24 часа в формате тест-драйва жилого проекта. И мы будем с вами гулять по району, знакомиться с ним. Затем мы отправимся в квартиру и представим, что я на целый день переехала в один из их проектов. И там же мы с вами поговорим о личном, о быте, о семье, о каких-то привычках и традициях, также о стиле. Поэтому предлагаю начать этот день вместе со мной и с компанией ПИП. Сейчас мы с вами оказались в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Я иду вдоль одноименной Выборгской набережной. И отсюда до проекта, в который мы с вами направимся, всего лишь 5-7 минут пешком. Отсюда открывается классный вид на исторические здания. И моя первая мысль, что можно было бы очень здорово отправляться сюда на пробежки по утрам или просто прогуливаться здесь с семьей. Поэтому такая локация, первое впечатление создает приятное. И мы продолжаем с вами прогуливаться по району. Поэтому он достаточно зеленый, здесь очень много всяких парков, которые прилежат буквально к территории нашего проекта. Поэтому здесь, в одном из них, я предлагаю начать отвечать на вопросы. Итак, первый, который я выбрала. Какие твои любимые места в Петербурге и есть ли место силы? Конечно, есть. Я жила здесь практически десятилетия, поэтому у меня их появилось очень много. Одно из них это Таврический сад. Потому что я, в принципе, люблю район Чернышевская. Я обожала там бегать, и мы часто собирались с друзьями там на пикники. Также я сразу вчера же после прибытия в Петербург, после долгой паузы и нашей с ним разлуки, отправилась в парк Новая Голландия. Это уже, наоборот, парк с шикарным благоустройством, который просто не стыдно показывать всем, кто приезжает в Санкт-Петербург. Потому что это действительно такой пример удачного ландшафта, каких-то классных развлекательных локаций. Там можно и в баскетбол поиграть, и позагорать на понтоне, и вообще заняться чем просто душе вашей угодно. Следующая локация. Будем отталкиваться от Лазаревского моста и всей прилежащей территории, набережной Адмирала Лазарева, переходу с Петроградки на Крестовский остров. Потому что мне кажется, что это одно из самых красивых мест для того, чтобы понаблюдать закат, посмотреть на яхты, кораблики, которые там проплывают. И просто, не знаю, насладиться какой-то простой, тихой атмосферой. И, наверное, возьмем весь район Петроградки. Он, кстати, находится, в принципе, неподалеку от места, где мы сейчас находимся. Буквально минут 15 на машине. Это такой старый Петербург. Он менее туристический. Там, в принципе, меньше людей даже в летний сезон, что достаточно приятно. И там же я в прошлом году в компании своих партнеров открыла бар, поэтому у меня появилось больше причин там бывать. Поэтому я полюбила это место еще больше. Вот, кстати, уже виднеется проект, в который мы с вами и направляемся. Что мне, кстати, нравится конкретно в этом дворе, что здесь есть спортплощадка. Здесь можно и в баскетбол поиграть, и в футбол поиграть. Здесь можно просто позаниматься на площадке, устроить себе полноценный воркаут. И мне буквально только что ребята рассказали, что у большинства проектов ПИК есть возможность заниматься с профессиональными тренерами абсолютно бесплатно. Часто это мастера спорта, которые приезжают сюда проводить всевозможные тренировки. Это может быть йога или, опять же, какой-нибудь кроссфит, например, или бег. И мне кажется, это очень круто. Плюс этой возможностью может воспользоваться не только житель квартиры ПИК, но и просто любой желающий для того, чтобы и с проектом заодно познакомиться, и просто хорошо провести время. Также со дня на день начнет работать приложение Спортхаб, которым можно будет воспользоваться для еще более простой записи на тренировки. Еще немножко про инфраструктуру, потому что здесь в шаговой доступности находится и школа, и детский сад, что очень круто. Буквально, мне кажется, 5 минут, даже 3 минуты от подъезда, и вы уже пришли. Также здесь находится очень много кофейн на территории, пекарен, салоны красоты, мужские салоны красоты в том числе, какие-то ательеи и тому подобное. Поэтому можно, в принципе, не выходить за пределы района вообще. Привет, привет! Я, наконец, забралась до квартиры, привезла свои вещи, и сейчас мы с вами останемся здесь на целый день. И будем болтать и знакомиться с проектом. Так, ну, первое, что бросается в глаза, это такой почти open space. Я заранее уже вижу, что здесь объединенная кухня с гостиной, такое большое пространство светлое. В календаре у нас здесь какие-то шкафы для хранения, что, мне кажется, вполне логично, особенно для такого человека, как я, у которого достаточно много одежды, это обязательный элемент. Но перед тем, как мы с вами продолжим знакомиться с квартирой, я предлагаю всё-таки ответить ещё на один вопрос. Соотносится ли твой стиль с дизайном твоей квартиры? Я думаю, 100% да. Единственное, на данный момент я проживаю в квартире, которую я декорировала не сама, и мне бы очень хотелось кучу всего поменять. Но если бы я сейчас с нуля начинала делать декор, то 100% в квартире царила бы эклектика, потому что я не боюсь экспериментировать и совмещать. Это могут быть разные текстуры, разные цвета, это может быть совмещение пастельной цветовой гаммой с какой-то очень яркой. И мне кажется, это коррелирует так или иначе с моим стилем, потому что это же есть и в моём гардеробе. Ну и давайте начнём снова с такого первого впечатления в этой комнате. Мой глаз сразу падает на красивые оттенки зелёного, потому что здесь стена выполнена буквально в моём любимом холодном хаки оттенке. И это даже немного цвет моего будущего бренда обуви, что интересно, поэтому кажется, как будто бы я сама выбирала оттенок, чтобы покрасить эту квартиру. Проходя на кухню, мы также видим, что здесь очень красиво выполнен гарнитур в схожем оттенке, но более приближённом к изумрудному. И это как-то делает пространство более многомерным, интересным и играющим. Также здесь у нас очень много всевозможных текстур. Здесь и металл, здесь замша, здесь вот такой хлопок с сложной текстурой, плетёный ковёр. Какой-то канвас стоит вот здесь на полочке. То есть здесь какое-то такое многообразие всевозможных оттенков, текстур, фактур. И это тоже делает пространство, мне кажется, ещё более уютным. Так, ну и здесь очень важная комната, если её можно так назвать. Это балкон. В летнее время, мне кажется, идеальное место для того, чтобы просто, не знаю, болтать с подружками по телефону или что-нибудь читать и просто дышать свежим воздухом. Поэтому, когда есть балкон в квартире, это, конечно, огромный плюс. Следующий вопрос. Любишь ли ты готовить и есть ли у тебя фирменное блюдо? Ну, скажем так, готовить я, может быть, любила бы, если бы у меня было чуть больше времени. Но сейчас стало слишком комфортно, мне кажется, постоянно что-то заказывать на дом. Поэтому готовка свелась к минимуму. Поэтому я обычно что-то нарезаю. Это может быть какой-то салат. Вообще, в принципе, что-то сырое. То есть авокадо-тосты, какой-нибудь творог с чем-то замешать и так далее. Что-то быстрое. Поэтому для меня, кстати, сразу скажу, такая встроенная, компактная кухня, она, наверное, более приоритетна. Потому что пользоваться в полном объеме огромной кухней я бы, собственно, с своей стороны не стала. Мы сейчас с ребятами обсуждали, что каждый квадратный метр стоит в районе 300 тысяч рублей. И когда мы строим кухню 10-метровую, полноценную такую, то мы платим буквально 3 миллиона. И если есть возможность качественно сэкономить, то почему бы этого не сделать? Сделать такую компактную, аккуратную кухню, которая не занимает много места. Так, мы так понимаем, что здесь у нас в коридоре, во-первых, располагается еще одна система хранения, в которой можно сложить свою одежду и прочее. Здесь у нас банная. Выходим. Она достаточно компактная, светлая. Мне кажется, здесь нет ничего лишнего. Просто аккуратная, хорошая банная. Кстати, я честно признаюсь, я редко лежу в ванной. Это случается, наверное, пару раз в году, когда мне просто приспичит это сделать. Но в данный период жизни, когда я ожидаю ребенка, мне кажется, очень важно иметь как раз это место, куда можно положить еще детскую ванночку внутрь и комфортно купать своего ребенка. Поэтому для меня это, конечно же, большой плюс. И, может быть, в этой ванной конкретно мне немного не хватает каких-то систем для хранения, но я думаю, что их нужно организовать, прикрепив какие-то полочки здесь, или, может быть, разложив здесь некоторого рода боксы, например, которые будут компактно хранить какие-то продукты уходовые и прочее, коих у меня тоже очень много. Поэтому здесь просто самостоятельно можно уже будет как-то додумывать пространство. Какие лайфхаки ты используешь в ежедневном макияже? Я не могу сказать, что это прям какие-то лайфхаки. Это скорее, наверное, какие-то традиционные фишки в моем макияже. Я очень люблю румяна. И в целом, даже если я провожу день в формате no makeup makeup, то есть практически не крашусь, я все равно всегда на скулу, на верхнюю часть нанесу кремовые румяна в ярко-розовом оттенке и качественно их растушую до височка. Мне кажется, это всегда меня освежает и делает вид чуть более здоровым. Переходим с вами в святую, святую, самую главную комнату в квартире. Это главная спальня. Ну, первое впечатление, она очень уютная, и она очень сочетается с гостиной. То есть как-то комнаты одна из другой буквально так перетекают и по цветовой гамме, и по выборам, опять же, фактур, текстуры, чем я уже говорила ранее. Давайте сразу зачитаю следующий вопрос, потому что, по-моему, там у меня было что-то про систему хранения. Мы как раз с вами находимся в шкафу. В шкафу. Возле шкафа. Да, как сейчас организован твой гардероб, и что помогает всегда находить нужную вещь из большого гардероба? Многим, во-первых, кажется, что мой гардероб все-таки больше, чем он есть на самом деле. Он действительно большой, я это не отрицаю, но у меня все-таки все умещается в одну небольшую комнату, где я организовала рейловое хранение и закрытое хранение в том числе. Скажем так, если бы я покупала квартиру для себя, наверное, я бы не обошлась без гардеробной, но я знаю, что у ПИК также в новых проектах есть квартиры и с гардеробными, и с постирочными, поэтому для тех, кто тоже такой же шапоголик, как и я, может, в принципе, просто рассмотреть для себя иные варианты. Но я уверена, что в таких системах хранения тоже можно организовать достаточно большой гардероб. И я скажу так, у меня достаточно педантично все всегда сложено, у меня развешано все по категориям, то есть жакеты с жакетами, брюки с брюками, юбки с юбками, для того, чтобы я не путалась. Плюс у меня всегда есть некое разделение по сезонам, то есть сначала висят, например, плотные жакеты, и далее они плавно перетекают в более летние, например, выполненные изо льна. У меня очень аккуратно сложено все вплоть до носков, то есть у меня все носочки сложены обязательно по парам, у меня никто не теряется в шкафу. И точно так же у меня сложены топы в горизонтальном формате, для того, чтобы как раз-таки меньше занимать место и не выстраивать вот такие колонны из базовых топов, которых у меня тоже очень много. Поэтому у меня такая горизонтальная раскладочка, которую как раз здесь тоже можно реализовать комфортно в этих убежных ящиках. Мне предлагают протестировать самый главный объект в этой комнате — это кровать. Ой, мне очень нравится. Здесь на самом деле действительно очень уютно, есть комфортный свет, чтобы почитать. И в принципе для меня кровать — это такое место, где я не работаю, а только отдыхаю. Это, кстати, очень важный момент, потому что люди, которые чаще работают в постели, чаще страдают от бессонницы. Так что не нужно так делать. Постель — это место отдыха, полного расслабления и какого-то, не знаю, семейного уюта. И предлагаю ответить на последний вопрос. Ну, конечно, вопросов было очень много, но, естественно, большинство из них были про Романа, моего мужа. Поэтому предлагаю ответить на один из них. Как ты познакомилась с мужем и какие у вас планы на будущее? Как мы познакомились? Ну, во-первых, важно отметить, что это как раз-таки случилось в Санкт-Петербурге, в прекрасном городе, где мы находимся. Причём шансов встретить именно Романа в этом городе было крайне мало, потому что он здесь находится примерно три дня в году, когда здесь проходят всевозможные саммиты или экономические форумы. Поэтому, собственно, так и получилось. Он приезжал сюда по работе, выступал со своим проектом, и мы познакомились на одном из мероприятий в ходе экономического форума. Какие у нас планы на будущее? Ну, в первую очередь, нам тоже хочется обустроить полноцельно свой дом, обустроить детскую комнату, которая у нас пока ещё не готова. И на первых этапах я знаю, что малышу, в принципе, не требуется много пространства. Ему главное, чтобы его хорошо накормили и уложили спать. Поэтому для него достаточно будет каких-то мелочей, а в дальнейшем, естественно, нужно будет уже проработать полноценную, уютную комнату для ребёнка. Вот. А так, из планов, пока что базироваться в Москве, много работать и наслаждаться каким-то новым статусом. Ну, я видела, что здесь есть ещё одна комната, поэтому предлагаю в неё тоже зайти и познакомиться. Эту комнату разделяет со спаги гостиная и... Как актуально. Мы заходим в детскую. Ну, кстати, в принципе, да, чисто по планировке, мне кажется, достаточно комфортно, что детская не расположена через стену от родительской спальни. Потому что, ну, я думаю, что любой родитель, да, тоже хочет иметь возможность просто остаться наедине, не знаю, посмотреть кино и не переживать за то, что твой ребёнок проснётся от любого шороха. Поэтому очень грамотное такое разделение комнат. И здесь достаточно много света. Мне кажется, такая уютная, небольшая комнатка, в которой можно расположить кроватку побольше, можно расположить кроватку поменьше, можно, в принципе, сделать просто вторую гостевую или обустроить кабинет. Ну, да, для меня, конечно, актуально сейчас что-то в этом духе. Как поменялся твой стиль в беременности и какие фишки ты используешь сейчас? Ну, я в целом не из тех, кто как-то склонен афишировать такие личные вещи. Поэтому, естественно, мой стиль стал многослойнее, объёмнее. И спасибо погоде за то, что, в принципе, вплоть до мая в течение всей моей беременности была постоянно плохая погода, поэтому было достаточно легко одеваться так, чтобы скрыть свой живот, скажем. Наверное, один из самых главных элементов, который стал пронизывать практически все мои образы, стали лосины для беременных. Я сейчас, кстати, у одних из них. Ну и благо, мне не пришлось обращаться к товарам для беременных, к каким-то беременным джинсам и так далее, потому что я очень люблю оверсайз. И я просто надевала свои джинсы 29-го размера при моём 26-м. И, в принципе, у меня всё застёгивалось прекрасно где-то под животом, и я спокойно существовала со своим уже имеющимся гардеробом. Ну и плюс появились вот эти наслоенности в виде каких-то жакетов, худи, кардиганов и тому подобного для того, чтобы мне просто самой было немножко комфортнее, уютнее. Ну и вот здесь, опять же, может быть или ваш кабинет, в котором вы будете просто работать за ноутбуком, или детский стол, где ребёнок может учиться, делать уроки. Вот здесь можно как-то грамотно разложить всевозможные предметы. Пространства здесь много. И здесь можно разложить какие-то игрушки. Хотя, судя по квартирам, где находятся детские, там игрушки уже перетекают во всевозможные полки. Любые вообще выступы, которые есть на стене, на окнах, там тоже будут игрушки. Поэтому, в принципе, можно запасаться пространством. Здесь у нас гостевой санузел. И предлагаю просто поделиться, наверное, какими-то впечатлениями, которые я получила, проведя здесь практически целый день. Во-первых, я очень сильно насладилась районом, близостью Петроградки, своего самого любимого района в Петербурге. Я прям чувствовала, как ветерок с этого района дует на меня в районе весной, и мне становилось лучше. Плюс такое прекрасное солнце. И мне кажется, когда оно озаряет квартиру, оно кажется ещё более уютной, ещё более комфортной. Я прям насладилась. Плюс для меня очень важным фактором является свет. Я это уже упоминала внутри этого ролика. И действительно, квартира такая очень светлая, с очень большими окнами, которые действительно больше типовых. Мне кажется, примерно на 30-40 сантиметров точно. Они как-то выше, шире. И поэтому сюда попадает больше света, естественного. И для меня это важно ещё в том числе в профессиональном ключе, потому что можно делать фотографии, можно снимать влоги и не переживать за то, что будет как-то слишком темно, например, в помещении. Да, как вы поняли, готовить я всё-таки не очень люблю, поэтому я забронировала ресторан всё-таки в центре Путербурга для того, чтобы чуть-чуть насладиться видами, а затем вернуться сюда, провести ночь в своей новой спальне на 24 часа. И в дальнейшем я в описании к этому ролику поделюсь своими впечатлениями от ночёвки в этой квартире, поэтому читайте в описании. С вами была Чичканова, Червоткина Мария, и надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы нашли какое-то вдохновение для себя на обустраивание своего дома, может быть, на поиск нового жилья, и, не знаю, просто зарегулись какими-то положительными эмоциями. Субтитры подогнал «Симон»